Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шел третий год Первой мировой войны. Кровавая бойня в Европе требовала все больше и больше ресурсов. Главный ресурс на войне – люди. Это и послужило поводом для восстания в Туркестане. Напомним, Туркестан, в состав которого входила практически вся Центральная Азия, а это более полутора миллионов квадратных километров, был частью Российской империи. Проблем у Российской империи была масса. Хотя отрицать это и говорить, что все было блестяще, был выстроен управленческий механизм, особенно относительно Туркестана, этот управленческий механизм выстраивался и выстроен окончательно не был. Центральная власть прекрасно отдавала себе отчет о том, что это большой, серьезный и очень специфический регион. Вообще все окраины в Российской империи были на особом положении, но Туркестан был на самом особом. Почему? Потому что это было последнее приобретение империи. Министр финансов в октябре 1914 года представил в Совет министров Царской России предложение об установлении военного налога с лиц, освобожденных от военной службы. Закон об установлении военного налога вступал в силу с 1 января 1915 года. Для всех областей Туркестанского края налог должен был взиматься в размере 21% от суммы всех видов прямых налогов. В случае призыва на действительную военную службу в военное время, а также по достижению 43-летнего возраста, взимание налога прекращалось. И киргизы, и казахи отдавали на фронт юрты, скот, хлопок, мясо и еще много другого. Им стало тяжело. Поэтому этот вид налога в конец измучил народы. Налоги росли неимоверными темпами. До введения налога в крае развернулась активная деятельность многочисленных уполномоченных по заготовке сырья, продовольствия, фуража, топлива для промышленности и армии. На военные нужды у населения только из Сырдарьинской и Семереченской областей в 1914 году был вывезен 1 миллион голов овец. Накануне и в ходе войны количество пассивных в Казахстане сократилось на 63%. Количество животных тоже упало. Например, в 1913-15 годах из 310 тысяч голов лошадей осталось всего 260 тысяч. Это все тяжело было для народа. На этом фоне во многих местах вспыхивали стихийные волнения и акции протеста. Кроме того, с началом войны край начинает принимать беженцев и военнопленных. Как с тревогой констатировалось в одном из секретных донесений жандармского управления тех лет, нужда растет, а вместе с ней и недовольство народонаселения, могущее вылиться в открытое возбуждение. До 16-го года в Казахстане 45 миллионов десятин земли было отдано переселенцам из России. Казахский народ, прямо сказать, лишился плодородной орошаемой земли. Русское население Туркестана, на которое распространялась отсрочка по отбыванию воинской повинности, было решено безотлагательно призвать в действующую армию на общих основаниях. К началу 1915 года из региона в армию было призвано более 100 тысяч человек. Крестьяне-переселенцы сопротивлялись начатой мобилизации в действующую армию и всевозможным реквизициям, но выбора у них не было. Так как призывался возраст от 19 до 43 лет, то многие крестьянские семьи оказались в разгар хлебоуборочной страды без работников. И поэтому, когда в 2014 году с них тоже снимают эту броню и начинают их призывать, здесь и в Пржевальском уезде, в других регионах, происходят такие выступления и волнения переселенческого населения, которое тоже было не очень настроено на то, что к части льгот они почему-то должны с ними расстаться. После присоединения Туркестана Россия обещала коренным народам освобождение от несения воинской повинности. Однако с началом Первой мировой войны часть казахской интеллигенции, стремясь тем самым уравнять в правах коренное население с переселенцами и казаками, инициировала возможность создания кавалерийских национальных частей, аналогичных казачьим. Перед западно-сибирским генерал-губернатором, потом Оренбургскому генерал-губернатору поставили вопрос. Война уже идет. Если хотите для нужд войны брать людей среди казахов, тогда возьмите в конную армию. Казахи готовы к этому. Если казахов возьмете в конную армию, то их права должны быть приравнены к конным казакам, разные, в том числе и социальные права. Элемент недоверия, и очень сильный, он существовал. Очень боялись таких, что сказать, пан-тюркистских тенденций, которые Турция очень активно внедряла в российскую мусульманскую среду. Конечно, здесь привлечение какого-то, так сказать, дополнительного мусульманского контингента, надо честно говорить, конечно, власти настораживало. По-другому обстояло дело с вопросом о нехватке рабочих рук на промышленных предприятиях Центральной России. В 2015 году начало собирать в армию уже всех тех, которые работали в шахтах, каких-то предприятиях у помещиков, всех, кто может держать оружие. И принято решение даже тех, кто работали в тыловых работах русских, их тоже начали мобилизовать регулярно армию. То есть образовался огромный дефицит трудовых ресурсов. 26 апреля 1916 года правительство рассмотрело представление Министерства земледелия от 19 апреля о выписке персидских рабочих, ранее и применение труда корейских и китайских подданных. Но эта мера не могла в достаточной степени удовлетворить дефицит в неквалифицированной рабочей силе. Поэтому правительство решилось задействовать последние внутренние резервы и приступить к мобилизации в Сибири и Туркестане, что послужило логическим продолжением программы по реквизиции материальных ресурсов региона. И было принято решение закрыть это мобилизацией казахов, там называли киргизов, узбеков называли сартов, каракиргизов, нынешних киргизов, бурят, калмыков и ряд других народов. Летом 1916 года в правительстве состоялось совещание о производстве работ по устройству оборонительных сооружений в прифронтовых местностях. Выяснилось, что нужен 1 миллион человек. Из народов, не несущих воинскую повинность, собирались создать рабочие дружины общей численностью в 550 тысяч человек. Проблема была в том, что оно не учитывало в целом ситуацию в Центральной Азии и оно вызвало волну возмущения. Прежде всего, что эта регион у нас есть хозяйственный, то есть полностью мужское население, если уйдет на фронт, устояла угроза голода. Несмотря ни на что, 25 июня 1916 года Николай II подписал высочайшее повеление о привлечении мужского и народческого населения империи для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии. А равно для всяких иных, необходимых для государственной обороны работ в возрасте от 19 до 43 лет включительно. В России там абсолютная монархия, там подготовка любого вопроса – это месяцы. Для того, чтобы оно утверждилось, все в курсе, весь двор в курсе, канцелярия в курсе. А вот тут сами русские историки говорят, что он как-то так прошмыгнул, и никто даже не понял, как это. А когда уже его обнародовали, все очень были удивлены. Да, для самой России этот указ был неожиданностью. Указ прозвучал как гром среди ясного неба. Поэтому, как казалось местным чиновникам, они только что закрыли вопрос, связанный с призывом в регулярную армию. Когда военный генерал-губернатор Марцон Туркестанский посоветовал вообще закрыть этот вопрос. Следует подчеркнуть, что документ назывался не царский указ, а повеление. Но так или иначе, почва для социального взрыва, формировавшаяся долгие годы, была окучена за считанные дни. И на территории Туркестана от Каспия до Тяньшаня разгорелись бунты, угрожавшие спокойствию и экономической стабильности на азиатских рубежах империи. Это восстание началось от калмыков в Астрахани и Кавказе. Потом перешло в Среднюю Азию, в Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане. Потом на юге Кыргызстана, далее в Казахстан и дошел до Сибири. В этом восстании участвовали десятки народов, больше миллиона людей. 29 июня 1916 года началась мобилизация. Коренное население Туркестана истолковало призыв на тыловые работы как отказ со стороны русского правительства от данных ранее обязательств и нарушения своих законных прав. Тыловые работы у населения устойчиво ассоциировались с мобилизацией в армию, ведь призывавшиеся могли находиться в том числе и в районах боевых действий. Царские чиновники признавали ошибку без подготовки, без разъяснительной работы объявлять призыв. Главное – это отсутствие разъяснительной работы и коррупцию, допущенную на местах. По наряду Туркестан должен был направить на тыловые работы порядка 250 тысяч человек. Но уже 2 июля 1916 года на совещании, состоявшемся у временно исполнявшего должность туркестанского генерал-губернатора Ерофеева с участием военных губернаторов, краевая администрация пришла к единодушному выводу – наряд необходимо уменьшить, хотя бы до 200 тысяч. Волостные попросили оставить грамотных писарей. Остановилась почтовая служба, все емщики и в основном были казахи. Остановился солевый завод Павлодавской области, спаски, заводы, шахты. Сельские и аульные старосты, которым было поручено составление списков мобилизованных, восприняли высочайшее повеление по-своему. Судя по всему, именно они стали распространять слухи, что это не наборно-тыловые работы, а скрытая мобилизация на фронт, необходимая для уничтожения коренного населения для дальнейшего заселения освободившихся земель русскими. Захват земель, вопросы, проблемы местной колониальной власти. И вот это все возмущение, оно дало лишь повод, вот этот призыв, начались массовые выступления против. Люди не хотели идти и гибнуть ни за что, да, как они понимали. Хотели, если погибать, то у себя на родине. Нарушения и злоупотребления, допускаемые в ходе мобилизации представителями низовой администрации Туркестанского края, состоявшие из лиц коренных национальностей, стали очевидны практически сразу. Местные чиновники использовали мобилизацию для наживы. Некоторые зажиточные люди давали деньги и не отправляли своих детей на фронт. Вместо них брали мужчин в возрасте 40-50 лет. У кого не было возможности и денег, уходили в Китай. Очень много случаев, различных случаев коррупции, что вызвало, естественно, недовольство. То есть все видели несправедливость, когда брали по несоответствующему возрасту, с плохим здоровьем, единственных детей. Проблема у казахов, так и узбеков, киргизов, не было метрики. То есть определить возраст было сложно, так наугад приблизительно. И направляли там очень пожилых людей, кому за 50 или совсем молодых, 15-16 лет. Следующий момент, на мой взгляд, который тоже был упущен, это было то, что местная аристократия родовая, родоплеменная, потомственные чингизиды и тимуриды, которые существовали в регионе, они не получили статус русского дворянства. Местные духовные лидеры, мусульманские, они не стояли на службе у власти официальной. А если бы они стояли на службе у этой власти, получали бы зарплату, наборный пакет льгот и привилегий. Я думаю, что, безусловно, они являлись бы тем неким посредником между народом и властью, который помогал бы власти решать ее задачи. Волнения начались в следующей последовательности. 3-4 июля 1916 года – в Хадженте. 7 июля – в столице туркестанского края – Ташкенте. 13-21 июля 1916 года – в Джизаке. Везде события были похожи. Жители отнимали списки рабочих у волосных управителей, а затем расправлялись с чиновниками. Массовые выступления прошли в ЖТСУ, Тургайе, Иргизе, Мерке. Особо кровопролитные столкновения произошли в Киргизии. Местные власти стали принимать экстренные меры по подавлению очагов восстания. Против восставших были брошены войска. 18 июля 1916 года – в Туркестане было объявлено военное положение. У казахской интеллигенции было двоякое мнение. Когда народ восстал, Альби Жангельдин, Токаш Бокин, Сидкали Миндешев поддержали восставших, давали советы, указывали приемлемый путь. Вторая группа интеллигентов, во главе с Алихан Букихановым, Ахметом Байтурсыновым, Маржаховым Дулатовым, сплоченные вокруг газеты «Казах», были против восстания. «У вас нет оружия, просто погибните», – говорили они. «Лучше дайте джигитов. Пусть они выйдут за порог своих домов, дальше своего аула, увидят мир, пусть узнают, как живут другие люди, откроют глаза». Более ста тысяч казахов участвовали в тыловых работах. Алашардинская интеллигенция сделала много полезного для тех, кто участвовал в той войне. Во-первых, они назначали так называемых «тысячников» из числа образованных казахов. Они ставили их в каждой большой железнодорожной станции по пути следования призывников, оказывая необходимую помощь. Например, Беляль Сулеев, алашардинец из Семеречия, поехал главой-тысячником. С этими же людьми потом в 17-м году обратно вернулся на родину. Алихан Бухихан возглавлял отдел в городе Минска именно по инородцам, так называемым. Совместно с депутатами Госдумы создали специальную комиссию в каждом фронтах, это западный, юго-западный, северный фронтах, которые занимались учетом интересов всех тех, кто призвался. Потому что они очень боялись возможным восстаниям, мятежам уже в тылу фронтов. Необходимо отметить, что за отбывание трудовой повинности рабочие получали денежное вознаграждение и находились на полном обеспечении государства. Кроме этого, одним из условий, это был ежедневно оплачиваемый день, 1 рубль 50 копеек, если не ошибаюсь, зарплатная плата шла на чековую книжку. При болезни там 1 рубль больничных. Для мусульман разрешалось иметь мулу на одну дружину. Одна дружина – это в форме как дивизии. Некоторые призывники сумели отличиться и даже получили государственные награды. Они строили какое-то деревянное сооружение и началась стрельба со стороны германцев. И этот человек, невзряя на это, дальше строил крышу, когда все другие разбежались. И он был представлен к награде из-за того, что он не испугался и продолжал работать. Хотя получил даже ранения. Очень много было награждений медалями за усердную работу. На Западном фронте, по моим данным, всего 13 тысяч половины казахов служило именно окопных работах. Окопные работы – это, прежде всего, помимо лети окопов, есть плотнические работы, строительство бараков. Другая часть была распределена по шахтам. В Донбассе работали, в том числе казахи. Работали на вокзалах грузчиками, в Москве, в Казани. Для многих степняков была возможность вернуться вполне обеспеченными людьми. К этому свидетельствует опять-таки обращение Алихана Букихана. Собирайте деньги и не тратьте возвращение на родину, чтобы они могли это использовать для себя, для развития своей семьи. Например, в Таласе тысячи человек поехало на тыловые работы, получив по тем временам огромные деньги, 100 рублей, и одежду, и бесплатный проезд, естественно. Мой дед, как помню, всегда сокрушался, что вместо себя отправил на тыловые работы своего дальнего родственника, сироту Дисембая. Не прошло и года, как парень вернулся живым и здоровым. И оказывается, царь платил нашим джигитам приличные деньги. Он купил на те деньги дом, скот и женился. Стал отцом большого семейства и заслужил уважение своих земляков. 22 июля 1916 года в должности нового генерал-губернатора Туркестана был утвержден генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин. Вот что он пишет 29 августа 1916 года начальнику управления земледелия и государственного имущества Булатову. К прекращению беспорядков мною ныне приняты соответствующие меры. Но наряду с вооруженной силой, нужной для предупреждения и пресечения открытого сопротивления или возмущения, необходимы меры и иного характера. Русской власти за полувековое владычество в крае не удалось не только сделать инородцев верными слугами российского императора и преданными гражданами российского государства, но и вселить в их сознание единство их интересов с интересами русского народа. Наиболее драматичные события произошли в Семеречье, куда входила и территория современного Кыргызстана. Для подавления восстания из Бишкека в Каракол было отправлено 180 винтовок. Оружие сопровождала солдатская часть. В пути они попали в засаду, организованную Ибраимом Туле с соратниками. Киргизы отбили оружие. Если бы эти ружии попали в Каракол, тогда жертв среди восставших было бы больше. О массовости волнений в урочище Ушканыр, расположенном на территории современной Алматинской области, свидетельствуют записи представителя российского императорского консульства в Кашгаре Стефановича, который утверждает, что в десятых числах июля бунт подняли несколько тысяч человек. Аулы Шолак Каргала, Аксенгар, Самса назывались Аул Ботпая. Самые напряженные дни в 1916 году были здесь. Все население восстало как один человек. Их поддержали Аулы Кастек, Каракастек и Унгуртас. Все джигиты этих аулов взяли в руки оружие. Их возглавили Бесенбэ Каратаев, Нуке, Сад. Все они присоединились к дружине Бекбулата. Они расположились в Ушканыре. В августе 16-го года киргизы около 10 дней осаждали город Токмок. Ими командовал Канад Хан. В это время из Верного с пулеметами и пушками на помощь осажденным подоспели дополнительные карательные силы и начали обстреливать нападавших. Начался кровопролитный бой. Джигит по имени Сулеймен в атаке заколол пулеметчика Капьон. Хотел поразить и второго, но был убит из залпового огня солдат. Вот такие были герои. Восставшие отступили, потому как против пушек тяжело воевать. Видите, это самодельное фитильное ружье. Его смастерили сами. Восставшие были вооружены таким оружием. А вот это шокпар, дубинка. Ее мастерили из корня или пнясок Саула. Она весит около 5 килограммов. Мы все это кропотливо собирали годами. Вот это тоже дубинка. У нее на кончике свинец. Там свинца где-то 700 граммов. Если ударить, можно разбить голого человека. У казахов в основном было такое вооружение. Кроме этого, когда нападали на русские селения, брали с собой вот этот инструмент. Он называется дудума. Руку просовывали сюда и держали его впереди себя на седле. И когда ранним утром приближались в аул, где разместился карательный отряд, то начинали бить в инструмент. И если скачут 10 всадников, то стоит такой шум и гул, будто летит конница из ста человек. Каратели разбегались со страха кто куда. Восставшие отчаянно сопротивлялись войскам. Не давали им покоя. Было два важных очага восстания. Тургайское восстание. Его возглавили Амангильдэ Иманов, Абдигаппар Жамбосынов, которого выбрали ханом. Потом началось Семереченское восстание. Мы называем его еще Албанское восстание, Каркаринское восстание. Его возглавили Джаминкем Мамбетов, Узах Саурбеков. В Семеречи оно тоже было очень тяжелым, потому что у народа Семеречи скопилось недовольчество к царской власти. Основная масса восставших – это были киргизы и казахи. А также дунгане и башкиры. Среди них были и те, которые выступали на стороне карателей. Например, в ауле Александровка стоял вооруженный отряд из двухсот дунган. Его командир Лилеза вместе с казаками не давал покоя киргизам. Другой дунганем по имени Магуев участвовал в восстании. Был одним из его руководителей. В 1918 году он помогал возвратившимся киргизам из Китая. Кормил их, помогал обустроиться. В Караколе во время восстания было убито 1500 дунган. Порой карательные отряды, подозревая в беспорядках, жестоко расправлялись с невинными людьми. Жертв было много. Были такие случаи, когда отряд карателей внезапно нападал на аул. Казахи, спасая жизнь своих маленьких детей, накрывали их казаном, сверху бросали кашму и бежали. От шума плач детей не был слышен. Потом, когда все утихнет, возвращались и забирали детей. Мы попросили материал из Казлардинского архива про 1916 год. Есть документ об Исауле Александрове, который со своим отрядом вырезал три аула Ботпаевской волости. Есть такие строки в этом документе. Это достоверная информация. Правда. Сегодня уже очевидно, что кровопролитие в Семеречье явилось прямым результатом проведения здесь переселенческой политики. Переселенцы устраивались в Семеречье либо самовольно, либо на пресловутых излишках, изъятия которых государство узаконило в 1910 году. Или в организованном порядке с 1912 года на землях, орошенных за счет государственных средств. В своей книге Турар Раскулов, описывая жизнь казахов и киргизов того времени, пишет о том, как стали заселяться первые переселенцы. Они, пишет он, приезжали с каждым годом, и с каждым годом их становилось больше. Это был похож на поток. Они жили в хороших плодородных местах, а коренные народы отправили в горные и полухвастынные земли. И киргизы, и казахи лишились наилучших плодородных земель, и стало им жить трудно. Не зря говорят, Семеречье – это уголок рая. На этой райской земле в то время казахов русские называли туземцами. Переселенцы селились здесь селения за селениями. Татьяновка, Найденовка, Самсоновка – так они называли свои села. В каждом селении стоял вооруженный отряд, чтобы защищать русских от местных. Казахи, как всегда, кочевали со своим скотом и небогатым пожитком. Сегодня здесь, а завтра там. Вся эта благодатная земля у подножия гор называется Курюнгель. Первые переселенцы, как рассказывали наши деды, стали расселяться на склоне гор. Копали землянки, рубили лес. Если верить рассказам, в те времена зима выдалась суровой, и многие из них погибли. Когда потеплело, они спустились ниже и стали строиться на местах казахских зимовок. В первые годы не было конфликтов. Люди как бы притирались друг к другу, но затем стало хуже. Русские стали сеять пшеницу, строиться у воды, преграждали путь для кочевок, и все это вызывало недовольство у степняков. Переселение сюда русских крестьян для того, чтобы здесь был вот этот вот ресурс мобилизационный. Была такая очень серьезная работа одного офицера, русского Межова, который вот обосновал некую такую теорию о том, что из русских поселков предполагалось, что если что, это будут люди, которые очень быстро смогут реагировать на внешнюю угрозу, которая здесь будет происходить. Если мы посмотрим карту, как располагались поселки, они располагались исключительно вдоль линии коммуникации, ну уже потом вот после железной дороги, тракты какие-то. Вот, допустим, возьмем уральскую казачью линию. 1854 год, значит, строятся вот эти казачьи поселения. Казахи в это время ходят на Джаляу, а это территория, как правило, зимовок. Когда они возвращаются на зимовку, то там уже стоят казачьи дома, рвы, и они говорят, вам туда нельзя? Казахи говорят, как нельзя? Там наши родовые земли, зимовка, там кладут наши дома стационарные, там могилы предков, почему нельзя? А это уже территория российского государства. В конце 19 века производились работы по землеустройству коренного кочевого населения, которое решает перейти к оседлому хозяйству. Решение вопросов трансформации кочевого быта взяло на себя государство. Однако в Семеречии, при скудном финансировании, этими вопросами занимались всего 11 человек. Накануне войны по указу царя в туркестанском генерал-губернаторстве земельную ревизию провел граф Полен. Он проделал большую исследовательскую работу. В своем отчете Полен писал, в некоторых областях Казахстана, в частности в Туркестане, Сырдарье и в Семереченских областях, все посевные и самые плодородные земли в руках переселенцев. Это очень опасная ситуация. В ближайшие годы, говорил он, в Туркестане может возникнуть восстание. Три-четыре года наперед предупреждал об этом Полен, предупреждал царя. Казаки имели право на вообще гигантские наделы, почти равные скотоводческим. 30-10 на них получали. Они получали настолько много, что были не в состоянии сами обработать. И поэтому именно казаки начинают такую практику, как набор батраков, как раз из среды казахского населения. «Они по-прежнему покоены наружно», писал военный губернатор Семереча Михаил Фальбаум. Но главари их серьезно озабочены неопределенностью минуты и близостью экономического кризиса в жизни своих сородичей. Существует мнение, что мы так мирно, добровольно отдали нашу землю, это глубокое заблуждение. Конфликты были перманентно. Даже если взять историю национально-освободительных движений, то крупные чаги национально-освободительных движений, у них там разница 5-6 лет. А так они один за другим идут. И у нас постоянно шла борьба за нашу землю, за нашу территорию. Часто между коренным населением и переселенцами возникали споры по поводу земельных владений. Нередко дело доходило до драк и поножовщины. Петербург искал в этом политическую подоплеку. Но ответ генерал-губернатора Самсонова был на это однозначным. Все дела подобного рода чисто экономического характера и ведаются прокурорским надзором. Ничего политического в них нет. Это порождало прежде всего такую большую проблему, как антирусские настроения среди казахского населения. И именно тогда появляются стихи, знаменитые Муржакупа Дулатова в его поэме «Ойян казак», когда он говорит, что «Камнями с могил моих предков выложены улицы русских деревень. Когда я думаю об этом, то у меня закипает кровь». Но ни русские, ни казахи в этом не виноваты, объективно. Потому что русским крестьянам, которые сюда приехали в своей родной стране, тоже нет земли. Их правительство обещает, они их привезли. И они здесь начинают жить. Переселенцы были двух категорий. Это были переселенцы, которые в государственную программу в эту попадали, и так называемые ходоки, которые шли сами по себе. Вот они очень часто и провоцировали ситуацию. Потому что государство устраивало вот эти переселенческие поселки, а вот эти ходоки, когда они образовывали свои вот эти поселки, это были практически самозахват. «Я вам скажу, в Семеречи во время восстания было уничтожено более 90 сел. Особенно на берегу Иссыкуля, в Каркаре, в Кегене. И со стороны русских переселенцев, и со стороны киргизов и казахов. Народы сильно пострадали. В Семеречи было 14 властей. После восстания остались только две. А население остальных 12 властей перешли границу Китая. 300 тысяч человек бежали в Китай. Он был в Китай. Китай жақпеткейген. Субтитры создавал DimaTorzok Перекочевки и даже оседания в Синцзяне русско-подданных казахов и киргизов на протяжении многих десятилетий были обычным явлением. Но волна беженцев, хлынувшая в Китай в августе 1916-го, застала местные власти врасплох. Субтитры создавал DimaTorzok Эти факты есть в 44-томном архивном документе Уго Чавенду, написанной губернатором Синцзяня Ян Цзинчин. Представитель российского консульства в Кашгаре Георгий Стефанович предупреждал китайские власти, что появление киргиз в пределах Китая для русского правительства является нежелательным. Допущение же их на китайскую территорию и удовлетворение их просьб, предоставить им пастбище и принять их в китайское подданство, если таковое случится со стороны китайских властей, будет рассматриваться как акт недружелюбный и угрожающий интересам российского государства. После жестокого подавления восстания казахи-семеречья стали переходить через границу в Китай. Тогда пограничные службы шлют в центральное правительство Китая такие телеграммы. Большое количество казахов ворвались через наши границы. Мы не в силах их остановить. На этих беженцев у российской власти была другая позиция. Они в своей переписке указывают китайским властям следующее. Арестуйте их главарей, 54 человека и передайте нам. Условиями, на которых китайские власти разрешали казахам и киргизам переход границы, были уплата некоторой суммы денег, выдача огнестрельного оружия, лошади же рогат и скот и овцы забирались всеми китайскими чиновниками в размерах, не поддающихся даже учету. Самая большая трагедия случилась с казахами, которые вместе с киргизами и дунганами перешли в Кашкарию. Это полупустынная местность. После того, как они проели весь свой скот, голодные скитались по горным местностям. С голоду стали продавать своих детей, продавали своих жен, сестер. За одного ребенка давали пуд муки. Эти факты четко указывались в пограничных донесениях китайских военных. Иссыкуль – это родина моих предков. Когда-то сто лет тому назад родители моей матери, маляки Балбак-Кзэ, бежали по этому ущелью в Китай, спасаясь от карателей. Очень много людей погибло тогда, а те, кто выжил, проклинали судьбу, что выжили. Я надеюсь, что здесь, на родине, может быть, сумею найти родственников матери. Сама она не дожила до этого времени. Стою перед этим памятником и сильно волнуюсь. Указу царя не подчинился и бежал на чужбину несчастный народ. Растеряв все, что имел, обнищал несчастный народ. Выживая из кожи лес вон, несчастный народ. За бесценок и дешево продал своих жен и детей несчастный народ. Обманутый торговцами лишился всего несчастный народ. Продал своих с ног, оставшихся вдовами несчастный народ. Отлученный от родной земли, жил в муках и сожалениях несчастный народ. Я назвал эту выставку «Звуки красок в моем сердце». Почему? Потому что я шестилетним мальчиком. Мне бабушка, моя Зура Канна ее звать, она рассказывала о 16-м годе, как они бежали в Китай. И она осталась у меня в памяти. Рассказ бабушки. Я не мог это забыть. И я изучал документальные фотографии, книги изучал наших поэтов, писателей. И все равно возвращался на эту тему. Для меня была эта тема очень важна. Редактор субтитров А.Семкин в Казахстане. В Казахстане было 70 тысяч человек. Если опираться на перепись того времени, прошедшие через Ильи, Тарбагатай, Алтай, вместе взятые, примерно 250 тысяч человек. А в сторону Кашкарии 15-20 тысяч казахов. В общем, 170 тысяч казахов. А если считать киргизов и другие народы, то примерно около 300 тысяч человек. Известный факт. В организации «Восстание в Семеречи» принимали участие известные в Синьцзяне участники Синьхайской революции, которые состояли членами секретного общества братьев Ге-лау-хуэ. В 1915 году трое его членов были командированы в Пешпек, Пржевальск и Верный для пропаганды идеей свержения монархического строя. Они планировали образовать в Туркестане отдельные ханства. После восстания Государственной Думой было принято решение направить в Туркестан комиссию, состоявшую из председателя мусульманской фракции Государственной Думы, полковника Кутлуг Мухаммеда Тевкелева, а также председателя фракции трудовиков Александра Керенского. Депутаты пробыли в Туркестане с 15 августа по 2 сентября. Они побывали в Ташкенте, Самарканде, Джизаке, Андижане, Коканде. Семеречи, регион самых серьезных выступлений коренного населения и самых больших жертв среди русского населения, комиссия не посещала. В результате события 1916 года в Туркестане были рассмотрены на пятой сессии Государственной Думы четвертого созыва. Состоялось два закрытых заседания, но, как это часто бывает, дебаты в парламенте ни к чему не привели. Суды над участниками восстания начались в крае в августе 1916-го. 14 марта 1917 года из Петрограда пришла телеграмма о прекращении всех уголовных дел против инородцев, согласно указу об амнистии Временного правительства от 6 марта. 7 апреля постановлением Временного правительства был образован Туркестанский комитет. В мае 1917-го Туркестанский комитет Временного правительства изменил административные границы края, выведя его из состава Семеречья. Решение было связано с тем, что беспорядки в этом районе, связанные с восстанием, продолжали напоминать о себе тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в сфере межнациональных отношений. Для осуществления руководства Семереченской областью Турк-комитетом были направлены Тенешпаев и Шкапский. Вы хорошо знаете Мухаммеджана Тенешпаева. Он проделал огромную работу. Поехал в Китай. Там на месте ознакомился с условиями жизни беженцев. Здесь, в Верном, жил человек по фамилии Шкапский. Он был комиссаром временного правительства, русский интеллигент. Вместе с Тенешпаевым хотел как-то смягчить последствия восстания, мирил людей и вкладывал в это много сил. Его потом при советской власти, Верном, вместе с 14-летним сыном расстреляли красные. Многие, которые вернулись на родную землю, были вынуждены вновь обживаться. Они сеяли пшеницу, пекли хлеб, разводили скот, растили детей, преодолевая недоверие, отчуждение и порой ненависть тех, с кем совсем недавно им приходилось враждовать. Вновь учились быть соседями. Это было нелегко. Но были среди русских переселенцев и другие, которые поддерживали восставших, спасали друг друга от смерти. Русские киргизов, киргизы русских. Так было. Мой дедушка был Жур Чумата. Его... В это время они были на Джайлёу уже в августе. Их спас его друг Червонный. Он как раз там пчеловод. У него большое хозяйство было. И когда карательно от радостка крышли, и он спас двумя сыновьями. В своем подвале спас моего деда. Но история такая неоднозначная, что в 1934 году моего деда репрессировали, как Кулака и Манапа. С начала 1920-х годов новая советская власть активно стала заниматься возвращением беженцев из Китая обратно на родину, в только что образованные советские республики. Когда стали обратно возвращаться, казахи подняли вот такой вопрос. Мы просто так не вернемся. Здесь остаются наши дети. Мы продали своих дочек и мальчиков, продали своих жен. Пусть вернут их нам обратно. Мы не можем оставить их здесь. Это впечатляет. Казахи, которые возвращались назад на исконную родину, не хотели там оставлять своих близких и детей. 2 февраля 1920 года на заседании президиума Турк-ЦИК было принято решение о создании особой комиссии по устройству беженцев-киргизов. К комиссии выделялись средства в размере 100 миллионов рублей, сельскохозяйственный инвентарь, продовольствие, одежда, необходимые для восстановления хозяйства возвращающихся беженцев. Это значительно ускорило возвращение беженцев на родину. Из Караколи во время восстания одна киргизская семья, спасая свои жизни, перешла границу Китая. Почти все они там погибают. Осталась только одна женщина. Обливаясь слезами, она вернулась в Каракол. Она видит, аул сравнялся с землей, а ее встречает соседка, русская переселенка. Ее муж, дети погибли в восстании. Она осталась одна. Обе женщины обнялись и встретили друг друга горем и слезами. Понимаете? Так было тяжело. И переселенцам было тяжело, и восставшим киргизам. Восстание 16-го года, конечно же, дало гигантский толчок для развития такой какой-то общественной политической мысли у народов Туркестанского края и Степного края. Это восстание, которое показывает, что никакой народ, в том числе казахский народ, никогда нельзя припирать к стенке. Никогда нельзя доводить народ до крайности. Он не посмотрит ни на что. Ни на военное время, ни на колониальную администрацию. И с Куруком, и с Камчой пойдет против линейного пулемета. Люди защищали свое достоинство, чтобы с ним считались, чтобы учитывали их интересы. Без оружия фактически шли против пулеметов, пушек. Поэтому мы должны прежде всего чтить вот этот героизм. Уроки 16-го года свидетельствуют о том, что, как бы мы ни говорили, мы были колонией. И сейчас мы должны беречь, как зенец ока, свою независимость. И понимание независимости и необходимости национальной безопасности и развития своей нации, своего государства должно красной нитью проходить идеологию у всех слоев населения, начиная от руководства государства и заканчивая простым сельским жителем. Все народы сейчас должны осознать, что они являются частью какого-то одного целого. Итак, формула пути всех народов сейчас на земле это от веков зависимости, через период независимости, к эпохе осознанной взаимозависимости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok